Всем привет, меня зовут Яна и сегодня у нас биология. Тема урока болезни кожи терморегуляция закаливания. Какие факторы могут вызывать различные кожные заболевания? Во-первых, это неправильное питание, во-вторых, недостаток витаминов в питании, гормональные нарушения, ну и конечно же патогены, которые могут поражать нашу кожу. Давайте познакомимся с грибковыми заболеваниями, как раз таки заболевания, вызываемые патогенами, грибками. К грибковым заболеваниям относится стригущий лишай, вызывается особыми грибками, которые, размножаясь в коже, вызывают ее поражение. Лишай называется стригущим, потому что в той части, где этот грибок паразитирует, волосы обламываются при выходе из кожи. Создается впечатление, что их состригли. Стригущий лишай довольно заразные заболевания. Человек заражается от больного человека либо от больного животного. От больного человека можно заразиться через предметы общего пользования, например, через полотенце. Грибок ногтей тоже грибковое заболевание, которое поражает ногти человека, чаще всего на ногах. Здоровый ноготь практически неуязвим для грибка. Однако, если на ногте есть микротрещины или повреждения ногтевого ложа, ногтевого валика, грибок с легкостью может проникнуть в ноготь. Размножение грибка в ногтевой пластине будет вызывать ее утолщение, а затем раскрашение ногтевой пластинки. Она становится более хрупкой, более ломкой. Для того, чтобы не заразиться грибком ногтей, следует внимательно следить за гигиеной ног, за правильной подобранной обувью, а также с осторожностью посещать общественные места. Обязательно пользоваться тапочками и индивидуальными средствами гигиены. Чесотка также заболевание, которое вызывается патогеном, чесоточным клещом или чесоточный зудень. Это его второе название. Вот так выглядит этот паразит. Самки чесоточных клещей после спаривания откладывают яйца внутри кожи человека. Личинки, выходящие из яиц, начинают прогрызать кожу, формируя ходы. Все это сопровождается довольно болезненными ощущениями. От чесотка излечима нужно обратиться к врачу, чтобы доктор назначил соответствующую терапию. С кожей могут приключиться различные травмы. Главные виды травматизации кожи это ожоги и обморожение. Ожоги бывают химические. Происходят они при воздействии сильно едких веществ на кожу, например, при воздействии кислот и щелочей. В случае химического ожога пораженное место нужно промыть большим количеством воды, если ожог был кислотой. Ображенное место нужно обработать слабым раствором пищевой соды. Если же ожог был щелочью, то после промывания пораженного места водой нужно обработать это место слабым раствором уксусной кислоты или слабым раствором лимонной кислоты. В случае болезненных ощущений, покраснения, появления пузырей, нужно обратиться к врачу. Термические ожоги нередки в нашей бытовой жизни. Они могут произойти при воздействии на кожу горячего пара, горячей жидкости, горячего масла и других различных термовоздействий. Ожоги термические бывают разных степеней. Первой, второй, третьей и четвертой степени. Ожоги первой степени характеризуются покраснением в области повреждения. Ожог второй степени характеризуется не только покраснением, но уже и появлением пузырей. А при ожогах третьей и четвертой степени обугливаются не только верхние слои кожи, но и ниже лежащие ткани, мышцы и в случае четвертой стадии даже кости. Третья и четвертая стадия требуют немедленной врачебной помощи. В то же время как при ожогах первой и второй степени самое важное правило это промыть пораженное место большим количеством холодной воды. Чем дольше вы будете промывать это место, тем лучше. Дальше нужно наложить стерильную повязку и обратиться к врачу. Следующая у нас травма кожи это обморожение. Обморожение это уже поражение кожи низкими температурами. В результате этого поражения нарушается кровообращение в коже, что может привести к отмиранию слоев кожи. При обморожении выделяется также несколько степеней. Первая, вторая, третья и четвертая. При третьей и четвертой степени происходит уже омертвление тканей. Тут нужна срочная врачебная помощь. При первой и второй степени кожа белеет, затем краснеет, припухает, появляется боль, болевые ощущения. При второй степени обморожения могут сформироваться пузыри на коже, возникает сильная боль. В случае обморожений нужно согреть обмороженную часть тела. Желательно человека с обморожением привести в теплое место, в теплое помещение. Либо согреть оповрежденное место с помощью теплоизолирующей повязки. Также человеку с обморожением нужно дать горячее питье, чтобы кровеносные сосуды расширились, в том числе и в коже, и согревание шло изнутри. Также при высоких степенях ожог, обморожении, простите, нужно обратиться за помощью к врачу. Поговорим о терморегуляции. Важнейшей функции, которую выполняет наша кожа. Терморегуляция – это уравновешивание выработки тепла в организме, то есть теплопродукции, и теплоотдачи во внешнюю среду. Терморегуляция находится под контролем нервной и гуморальной системы. Каковы механизмы терморегуляции? Для начала температуры воздействуют на терморецепторы. Если это низкие температуры, то они воздействуют на холодовые рецепторы. Если это высокие температуры, то они воздействуют на тепловые рецепторы. Затем происходит изменение потоотделения. Например, когда раздражаются тепловые рецепторы в жарком помещении, потоотделение усиливается. Пот, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее. Также происходит сужение или расширение кровеносных сосудов. Если холодно в окружающей среде, сосуды сужаются, чтобы снизить отдачу тепла в окружающее пространство. Если же, наоборот, жарко, то сосуды расширяются, чтобы тепло отдавать во внешнюю среду и охлаждать организм. Случаются неполадки в терморегуляции, когда теплопродукция превышает теплоотдачу. В таком случае мы имеем дело с тепловым или солнечным ударом. И при том и другом ударе наблюдаются схожие симптомы головокружения, тошнота, рвота, учащенный пульс, спазмы мышц, высокая температура. Человек даже может потерять сознание при тепловом или солнечном ударе. Что делать при тепловом и солнечном ударе? Во-первых, человека нужно уложить в прохладном месте. Положить на область головы мокрую холодную повязку или пакет со льдом. Дать человеку крепкий холодный чай или холодную воду. В случае потери сознания нужно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ну и обратиться к врачу. Закаливание – это постепенное приспособление организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Особенно к холоду. Закаливание полезно для нашего организма. Оно повышает его защитные свойства и приспособленность к различным неблагоприятным факторам. Главный принцип закаливания – это постепенность и регулярность. Как можно закаляться? С помощью чего? Во-первых, с помощью воды. Закаливание водой включает в себя обтирание, обливание, закаливание стоп холодной водой, а также полоскание горла холодной водой. Воздушные ванны. Закаливание воздухом. Постепенно температура воздушных ванн должна уменьшаться, так же как и температура воды при закаливании водой. Солнечные ванны – также один из способов закаливания. При воздействии на кожу человека солнечных лучей, напоминаю вам, вырабатывается витамин D. Однако, чрезмерное нахождение под прямыми солнечными лучами может быть опасным. Поэтому закаляться с помощью солнца нужно с умом, умеренно. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке. Продолжение следует...